Приветствую всех на канале Програмфикс у микрофона Нетли, и в этом видео я хотел бы рассказать вам об одном из лучших плагинов для работы с анимациями в After Effects, включающем в себя 2000 готовых пресетов, в дополнение Mega Motion. Погнали! Если ты заинтересован в монтаже видео и использовании эффектов, переходов и плагинов, то для быстрого начала можешь изучить основы After Effects с помощью бесплатного мини-курса от школы VideoSmile, состоящего из 5 уроков. За это время ты изучишь интерфейс программы, основные инструменты, слои и анимацию. После завершения уроков ты сможешь создать свой первый интересный шейповый ролик с нуля. Все уроки записаны, поэтому можно изучать материал сразу или по этапам, как тебе удобно. Суммарная длительность курса – пара часов. Это отлично подойдет для новичков, которые хотят быстро освоить принципы работы с After Effects. Если у тебя в ходе изучения материала возникнут вопросы, то тебе всегда ответят кураторы курса и не оставят тебя без внимания. Ну а ссылку на данный бесплатный курс можно найти в описании под этим видео. А мы продолжаем. Ну а для начала нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на наш новый телеграм-канал и найти пост, посвященный данному плагину. Ниже будет ссылка для скачивания. Далее, после того, как мы сделали все вышеперечисленное, мы открываем папку с плагином. В открывшемся к ней мы видим три папки – установщик для macOS, установщик для Windows и сам плагин. Первым делом мы открываем установщик для Windows. Далее, в открывшейся папке мы копируем папку Atom. И здесь, по вопросам многих подписчиков, я добавил вторую папку, куда можно вставить данный плагин. Она будет работать и там, и там. Но я устанавливаю по стандарту – это Extensions. Она у нас открывается по такому пути – laccounties.c, program files x86, common files, adobe, cp extensions. Сюда мы вставляем наш плагин. Далее, после этого, возвращаемся обратно в папку с установщиком. И запускаем файл – addcase.rec. Здесь нажимаем «Ок». После чего мы можем закрыть эту папку и открывать Adobe After Effects. Далее, после того, как у нас открылся Adobe After Effects, мы создаем, либо же выбираем любой проект, где хотим использовать данный плагин. После того, как у вас открылся проект After Effects, мы переходим в Windows, Extensions, AtomX. В открытшемся окне плагина нажимаем на иконку AtomX. Далее выбираем «New Package». У нас открывается окно проводника. Здесь мы переходим в директорию, куда мы закидывали установщик. Открываем папку Megamotion и выбираем Megamotion.atom. Нажимаем «Открыть». И вот наш плагин успешно установлен. Теперь я хотел бы рассказать, что находится в данном плагине и как им правильно пользоваться. В данном плагине есть анимации появления и исчезновения картинок. Также данный плагин будет полезен аниматорам, так как здесь есть целый огромный пресет для анимации ходьбы персонажа. Теперь давайте посмотрим, что есть в данном плагине. Анимации появления по изменению размера, по изменению размера и вращению, по изменению позиции, также по изменению позиции и вращению, позиции и размера, позиции и вращения размера, прозрачность, позиции и прозрачности, позиции и размера, позиции, размеры и прозрачности. Также имеются 3D анимации, анимации бросков, также имеются специальные анимации, очень подойдет для аниматоров. Также имеются центральные анимации Также в данном плагине присутствует Toolbar В окне Toolbar мы можем изменять анкерную точку проекта Добавлять начало анимации, середину анимации или конец анимации Также мы можем работать с композицией То есть расставлять композицию по нужным нам поинтам Теперь бы я хотел показать, как им правильно пользоваться Для этого мы создаем композицию, нажимаем ОК Далее в композиции мы закидываем любые картинки, на которые мы хотим добавить данную анимацию В моем случае это будет полный пакет Adobe Далее расставляем эти картинки, как мне удобно Теперь мы хотим добавить, например, анимацию появления Мы выбираем все эти картинки Ну и выбираем понравившуюся нам анимацию Далее нам нужно ее вставить Мы здесь можем выбрать вставить ее в начале или же в конце Либо же в начале и в конце Я выберу в начале Нажимаю И наши анимации успешно применяются Также мы можем воспользоваться фичей данного плагина Это сместить все картинки на 5-6 фреймов Просто выбираем понравившийся нам вид Далее нажимаем дважды на этот поинт И вот мы видим, как наши картинки появляются с разным временем Теперь мы можем посмотреть на финальный вариант того, что у нас получилось Думаю, выглядит неплохо Теперь бы я хотел рассказать вам про анимацию ходьбы в данном плагине Для этого мы переходим в Middle Animation Здесь выбираем группу Animation Здесь мы уже можем выбрать ходьба Ходьба с остановкой Бег Бег с остановкой И прыжки Я же выберу обычную ходьбу Для того, чтобы не удалять эффекты от плагина вручную Мы можем перейти в Customizer И здесь удалить все эффекты Далее после чего восстановить их расположение Теперь я расставлю картинки в виде силуэта человека Ну и вот я расставил их в виде силуэта человека Теперь мы должны добавить на них анимацию из плагина Мы выбираем After Effects как голова Далее здесь выбираем Head Нажимаем добавить После чего проделываем все данные функции с остальными часами нашего импровизированного человечка Ну и вот такая анимация у нас по итогу получилась Ну а я надеюсь, данное видео вам понравилось Вы, конечно же, поставите лайк, подписывайтесь на канал Не забывайте про колокольчик Также оставляйте свои божественные комментарии Я их всегда читаю и даже отвечаю на них Ну а на этом все Всем спасибо, всем пока Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Ведь там выходит много инсайдов и интересных дополнений к плагинам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok